На российском фондовом рынке приближается сезон дивидендов выплат. Отечественные компании по традиции в конце мая и июня будут закрывать реестры акционеров под выплату дивидендов. Далее в течение двух недель выплаты будут поступать на счета физических и юридических лиц, являющихся акционерами. Отметим, что два фактора делают этот сезон дивидендов выплат особенно привлекательным для инвесторов. Первый фактор это то, что ставки по банковским депозитам за последние годы заметно снизились. Сейчас ставки поставляют менее 10%. Ну и соответственно российские граждане ищут новые возможности, альтернативные варианты вложений своих средств и ищут более привлекательную доходность. Второй фактор это то, что в феврале российский фондовый рынок просел на 15% и многие бумаги сейчас находятся на привлекательных для покупки уровнях. Особенно это касается дивидендных бумаг. Исходя из текущей стоимости, доходность отдельных голубых фишек составляет 9-11%. Это выше, чем мы сравниваем с банковскими депозитами и соответственно есть интерес у инвесторов. Интерес есть как со стороны консервативных инвесторов соответственно, так и со стороны спекулянтов. Дело в том, что спекулянты рассчитывают не только на дивиденд, но и на рост курсовой стоимости акций, потому что рынок ожидается, что переоценит дивидендные бумаги в более высокую сторону. А главная интрига этого года это какими будут дивиденды госкомпаний. Этот вопрос обсуждается в правительстве уже третий год к ряду. В прошлом году была введена норма, что 50% прибыли госкомпаний должны направлять на дивиденды. Но из этого правила были сделаны ряд исключений для Газпрома, для Россетей, для Роснефти. В этом году вновь эта тема всплывает. Минфин просит закрепить эту норму. И она, по его словам, необходима для пополнения нашего дефицитного бюджета. Так что, возможно, эта норма будет продлена и на этот год. Но, опять же, встает вопрос, будут ли исключения из правила. Тем более, что, опять же, наши компании, тот же Газпром, у них есть необходимость в средствах для исполнения своих инвестиционных программ. Поэтому никто не гарантирует, что не будет сделано исключением. На наш взгляд, такая норма, она, в принципе, правильная. Но в то же время не стоит всех грести по дну гребенка, потому что разные сектора чувствуют себя по-разному. В каком-то секторе есть возможность выплачивать солидные дивиденды акционерам. А какие-то сектора просто сводят концы с концами. Поэтому для них подобные выплаты чреваты просто проблемами с деньгами и другими обязательствами. Если смотреть секторально, то традиционно высокие дивиденды платят металлургический сектор и телекоммуникационный сектор. Там доходность дивиденды составляет отдельных бумаг 8-10%. Особенно интересны, на наш взгляд, представляют Норильский Никель, Мегафон и МТС. Также последние годы выросли дивиденды в электроэнергетическом секторе. Особенно большие выплаты у НЭРГ из бытовых компаний, таких как Рассети, ФСКС, Ретам РСК. Также к высоким выплатам готовы Русгидро, НЛ и ЮниПро. В остальных секторах ситуация не столь радужная, но тоже эти компании готовы выплатить серьезные дивиденды. На наш взгляд, наиболее интересные дивиденды истории это Алроса и Аэрофлот, но на них мы остановимся в отдельном сюжете. Продолжение следует...